Это общие слова, и в основном это просто выражение того, что, типа, ребят, мы о вас не забываем, мы о вас помним, мы помним, что есть проблемы, и мы тоже как бы вот думаем над тем, что делать. Значит, понятно, что американцы не обладают, я бы сказал, превосходным, более мощным интеллектом, чем, скажем, Россия или Турция, вот, и поэтому ничего экстраординарного или оригинального они придумать не смогут, и вряд ли они смогут сформулировать какую-либо идею, которая могла бы привести к очень быстрому и скорому разрешению армяно-азербайджанского конфликта. Подобным же образом и израильско-палестинского конфликта. Есть конфликты, которые, к сожалению, очень такие долгоиграющие исторически, и разрешить их в ближайшей перспективе не представляется реалистичным. Но я теперь более конкретно хочу сказать, что Соединенные Штаты могут сделать. Американцев, естественно, есть возможность повлиять на политическую жизнь внутри Армении. Почему? Потому что, естественно, существует на Западе, во Франции особенно, и в США, особенно в Лусанске, очень крупная и достаточно влиятельная армянская диаспора. И американцы, в принципе, всегда влияют на те или иные страны через диаспоры, проживающие в США. То же самое с Украиной. Вот. И поэтому они, конечно же, пробуют именно этот канал влияния. И отчасти им, естественно, это удалось, потому что это мы можем наблюдать на примере, в общем-то, недавних, нескольких-то турбулентных связей между Россией и Арменией. Это связано именно с влиянием американцев на американскую, на армянскую внешнюю политику. Влияние на Азербайджан американцев не так уж и много. Важаемый случай, намного меньше, чем у Турции и в меньшей мере Ирана. Поэтому здесь я даже не знаю, что именно американцы могут предложить Азербайджану. То было бы Паку настолько интересно, что они бы пошли на какие-то компромиссы или уступки по своей позиции. Мне просто даже сложно это вообразить. Ну, помимо того, что Азербайджан является крупным производителем нефти, отчасти газа, может быть, через эти рычаги какие-то они могут повлиять. Но опять же, здесь могут быть только угрозы, а не какие-то привлекательные вещи. Потому что единственное, что американцы могут сделать, это сказать, что мы вот сейчас, видите, русских наказали потолком цен. Мы сейчас и вас, если что, наказываем. Но это угроза. Это вряд ли каким-то образом будет привлекательным для азербайджанской страны. Поэтому я хочу подчеркнуть, конечно, суммирование сказанного, что за этими словами кроется, на самом деле, очень мало дел. И американцы уж точно не смогут радикальным образом поменять сложившуюся ситуацию и помочь разрешению конфликтов в ближайшей перспективе. Но какие-то рычаги влияния у них слишком.